Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Прежде чем построить такое гигантское сооружение, необходимо было вынести все сети. Глава округа проверил, на каком этапе строительства эстакады на Октябрьском проспекте. Мы получили санэпидзаключение от соответствующих органов, которые посмотрели все у нас. Санаторий Малаховка готовится принимать детей. Сказал мне и моему сыночку, что он должен выполнить свой долг. Поэтому пришла повестка, и он пошел служить. Люберчанки присоединились к проекту «Жены героев». Сегодня мы вообще думали, что у нас не очень хорошо все получится, но мы смогли, собрались и сделали достойно. В триумфе состоялся турнир по художественной гимнастике. А теперь подробнее об этих и других событиях. В Люберецкой администрации провели еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю перед главой округа, читались у руководителей структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Люберецкую полицию поступило 2000 обращений. Возбуждено 39 уголовных дел, 34 раскрыты по горячим следам. За отчетный период произошло 108 ДТП и 6 пожаров. Пострадавших нет. Аварийных ситуаций на объектах тепловода и электроснабжения не зафиксировано. 12 мая в округе завершился отопительный сезон. Началась подготовка к осенне-зимнему периоду. Задачи, которые стоят перед городским округом Люберцы, у нас на 1-й ночь 6-й обеспечить 15% готовности округа к отопительному сезону. На 1-й ночь 7-й 45%, на 1-й ночь 8-й 65% и на 1-й ночь 9-го городской округ Люберцы должен быть готов 100% к прохождению отопительного сезона 23-24. Из 170 подъездов, которые согласно программе капитального ремонта МКД отремонтируют до 1 августа, 53 уже отремонтировали, 38 в работе. На этой неделе во всех школах прозвенят последние звонки. С 24 мая начнутся экзамены. В городском округе Люберцы 1205 выпускников 11 классов и 3335 выпускников 9 классов. ЕГЭ пройдет в 10 пунктах, в которых оборудованы 128 аудиторий. Все выпускники сдают русский язык. Это обязательный предмет. Количество здесь превышает количество выпускников в связи с тем, что с нами стоят еще студенты средних профессиональных образовательных организаций и выпускники прошлых лет. 19 мая ученики 54-й школы вернулись с первого всероссийского фестиваля «Движение первых». В эстафете «Веселые старты» в финальных играх встретились команды из 11 регионов. Люберчане завоевали первое место. Мы выиграли уже области и регион. И все по первому месту. И очень хотели выиграть в Казани за Россию. И очень старались. Мы выиграли и доказали, что Люберецкий округ – это территория спорта. Также на оперативном совещании представили нового заместителя главы администрации. Наталья Романцова будет курировать вопросы благоустройства. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. На главной транспортной артерии Люберец продолжается строительство эстакады. В рамках первого этапа реконструкции Октябрьского проспекта уже к сентябрю в центре города заработает новый путепровод. Подробности далее. Путепровод над двумя загруженными перекрёстками на улицах Красной и Смирновской избавит от пробок и разгрузит центральную магистраль городского округа Люберцы. Сооружение длиной почти 500 метров увеличит пропускную способность Октябрьского проспекта более чем на треть. Прежде чем построить такое гигантское сооружение, необходимо было вынести все сети. Вода, тепло, электричество, другие коммуникации. Конечно же, при строительстве наши автомобилисты, все горожане ощутили на себе и дискомфорт. Без него невозможно было построить такую дорогу. Поэтому извиняемся за такие транспортные неудобства. Проезжую часть увеличат с 4 до 8 полос. Таким образом, время проезда по автодороге сократится на 20-30 минут. Строительство эстакады идёт в две смены. На этом объекте в настоящее время задействовано порядка 280-290 человек. Порядка 50 единиц техники, которые позволяют одновременно работать на нескольких участках, наиболее значимых, важных, как вот, например, за нашей спиной. Это сооружение опоры номер 1 и номер 2. Это завершающие опоры этого путепровода. Готовность путепровода на сегодняшний день составляет 70%. В первых числах июня строители завершат все земляные работы. А уже в сентябре по новой эстакаде запустят движение автомобилей. Мостовое сооружение – лишь часть реконструкции Октябрьского проспекта. Первый этап масштабного проекта завершится в конце этого года. Завершился ремонт здания Люберецкого психоневрологического диспансера. Медицинское учреждение, которое входит в состав Центральной клинической психиатрической больницы имени Усольцева, давно нуждалось в капитальном ремонте. Продолжит наш корреспондент. Здесь полностью заменили полы и инженерные коммуникации, провели отделку стен и потолков. Отремонтированные кабинеты укомплектовали мебелью и оргтехникой, необходимой для приёма пациентов. Такого масштабного ремонта в здании, построенном 95 лет назад, не было никогда. Последние 30 лет оно было в плачевном состоянии. Вот здесь разволагался стационар психоневрологический. И, естественно, очень долго не было не то что капитального ремонта, но не было даже косметического ремонта. И вот долгожданный ремонт, он начался в феврале прошлого года и закончился совсем недавно. Закончился он в апреле этого года. Теперь в структуру медицинского учреждения входит диспансерное отделение с приёмом взрослых и детей, дневной стационар на 25 коек, кабинет психиатрического освидетельствования. Для работы врачей и пребывания пациентов созданы комфортные условия. Время требует изменений, и хорошо, что средства были направлены так быстро, в сроке, качественно был произведён ремонт. Коллектив очень доволен, гораздо приятнее работать в новом современном учреждении, конечно же, на новом оборудовании. Поэтому коллективу желаю только позитива, чтобы оказывали профессиональную помощь нашим жителям и нашим гостям. Люберецкий психоневрологический диспансер обслуживает жителей городских округов Люберцы, Дзержинский и Котельники. Всего на учёте в медучреждении состоят более 8 тысяч человек. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Центральный клинический санаторий «Малаховка» готовится встречать детей. 29 мая оздоровительное учреждение примет первый поток отдыхающих. Какие условия созданы для маленьких пациентов, проверили члены межведомственной комиссии во главе с Владимиром Волковым. Всего в 27 километрах от Москвы, в живописном природном уголке и в окружении хвойных деревьев, расположен один из старейших санаториев страны «Малаховка». Он основан в 1931 году, неоднократно перепрофилировался и передавался в различные ведомства. Но во все времена выполнял одну важную миссию – оздоровление населения. Мы вошли в территориальный фонд обязательного медицинского страхования и оказываем медицинскую реабилитацию детям всей Московской области. Кроме этого, мы в федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Любой регион нашей страны может приехать и подать заявку. И мы также оказываем медицинскую реабилитацию детскому населению практически всей нашей страны. Уникальная лечебная база в современном высокотехнологичном оборудовании. Медицинские услуги оказывают по шести профилям. Большое внимание уделяют тому, чтобы пребывание пациентов было не просто комфортным, а интересным и полезным во всех смыслах этого слова. В санатории есть свой кинозал, творческая мастерская, библиотека и караоке. Мы получили санэпидзаключение от соответствующих органов, которые посмотрели все у нас, начиная от поставки продуктов по ХАСП, пищеблок. Мы получили паспорт безопасности. Тоже это была непростая работа, но она для нас, в общем-то, наверное, рутинная. Мы делаем это ежегодно, и вне зависимости от того, проводим мы досуговые лагерные смены или же мы ведем свою санторно-куротную деятельность, для нас это порядок обязательный. Каждый городской округ готовится, переживает по тем местам пребывания детей, круглосуточным местам. А у нас как раз-таки лагерь «Киттревел» только один на территории округа, другого такого лагеря нет, где детки проходят период восстановления. Поэтому все, что необходимо от коллег, от наших, помощь всесторонняя должна быть оказана. Этим летом в санатории Малаховка отдохнут около 1400 детей в возрасте от 7 до 16 лет. В лагере будут работать профильные смены по трем направлениям – лингвистическое, техническое и танцевальное. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Защитников Отечества ждут дома. Китель мужа на женских плечах – как символ невидимых объятий и единения с тем, кто сейчас на передовой. Патриотический фотопроект «Жены героев» появился в Самаре год назад. Его подхватили женщины в сотнях российских городов. Люберцы не стали исключением. Внимание, улыбочку, плечико на меня. Супруги военнослужащих фотографируются в кителях своих мужей, чтобы показать, что их ждут дома. Мужа Елены призвали 4 октября. После прохождения боевого слаживания направили в зону СВО. Мы с супругом иногда общаемся по телефону. Редко, правда, но общение есть. И как бы в поддержку супруга хотелось бы вот эта фотосессия, это как бы китель его, да, частичка его тепла. Она нас согревает, меня, детей. По словам жен военнослужащих, мундир – это ответственность, которая ложится и на женские плечи. И в то же время китель, большой и тяжелый, согревает и защищает. Пока мужья отстаивают честь Родины, ее историю, их жены хранят семейный очаг. Сказал мне и моему сыночку, что он должен выполнить свой долг. Поэтому пришла повестка, и он пошел служить. Он пришел в этом кителе с армии, и никогда его не одевал. А я решила в поддержку для него одеть этот китель. Он греет душу, нашу семью. Это наша честь, гордость. Мы его очень сильно любим и ждем. Они собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, вяжут теплые вещи, сами отправляются с гуманитарными миссиями в освобожденные территории. Сын Марины сейчас тоже на защите рубежей Отечества. Как и жены, матери молятся за своих бойцов, за победу и мир. В этом парадном кителье он вернулся из армии 9 лет назад. Мы его очень ждали, переживали. Но сейчас мы еще больше переживаем, потому что все-таки это страшное дело. Я его жду очень сильно. Главное, чтобы он вернулся здоровым и живым. Конечно, у него растет дочка. Фотопроект «Жены героев» – это способ объединить женщин, придать им сил и напомнить бойцам, что их любят и ждут дома. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации Люберц прошло заседание Совета депутатов. На встрече народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов. С места события Луиза Егия-Зарян. На заседании присутствует 22 депутата из 32. В повестке 10 вопросов. Первый – о присвоении имени Максима Фомина, военкора, известного под псевдонимом Владлен Татарский, улицы на территории городского округа Люберцы. Настоящий проект решения подготовлен на основании обращения активной группы жителей городского округа Люберцы, ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, добровольцев, участников специальной военной операции. Максим – известный блогер, военкор, ополченец, писатель, боец батальона «Восток». Он родился в Макеевке и большую часть своей жизни прожил на Донбассе. С 2014 года боролся за освобождение Родины. С 2019 года автор телеграм-канала, освещающего деятельность российских добровольцев. С 2017 года Максим постоянно проживал в Люберцах. Народные избранники приняли за основу проект решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского округа за 2022 год и назначении публичных слушаний. Основные показатели бюджета 2022 года составили по доходам 13 млрд 615 млн рублей или 96,2% к утвержденному объему доходов. По расходам это 14 млрд 256 млн рублей или 94,2% к утвержденному бюджетному осигнованию. Расходы осуществлялись согласно 17 утвержденных муниципальных программ на сумму 13 млрд 943 млн рублей. По непрограммным расходам 292 млн рублей. На заседании депутаты утвердили структуры администрации городского округа Люберца, а также поддержали внесение изменений в положение об управлении образованием. В конце встречи народные избранники рассмотрели ряд имущественных вопросов. Среди них освобождение участников СВО от оплаты арендных платежей за земельные участки. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Еще один учебный год подходит к завершению. В школах городского округа Люберца звенят последние звонки. К этому дню с особым трепетом готовятся в каждом учебном заведении. Наша съемочная группа побывала на празднике у выпускников 54-й школы в Октябрьском. В этом году 54-я школа выпускает во взрослую жизнь 46 юношей и девушек. Сегодня два 11-х класса сидят друг напротив друга и принимают поздравления и советы от взрослых. Конечно же, дорога, взрослая дорога, которая ждет вас, дорога жизни, она непростая. Никто вас не обманывает и не говорит, что все будет легко. Вы уже и сами достаточно взрослые понимаете, что для того, чтобы поступить в то учебное заведение, которое вы сами выберете, нужно получить хорошие баллы и стремиться двигаться дальше. На празднике последнего звонка очень трудно всегда говорить, потому что впереди еще очень сложные дни, и мы каждый день просыпаемся только с одной мыслью – удача на нашей стороне, и мы в это верим. С праздником вас! Кроме главных виновников торжества, на празднике присутствовали их родители, которые вместе с ними прошагали эту школьную дорогу. Поздравлять пришли сына, который заканчивает 11-й класс, Кинчаров Артем. Очень волнительно, но теперь самое главное – сдать ЕГЭ и поступить в хороший возраст. Такие же приоритеты и у самих выпускников, но в отличие от взрослых, они чувствуют себя намного увереннее. Я надеюсь все сдать, чтобы было все хорошо, для поступления все было хорошо, чувствовать себя на все сто. Волнения никакого нет, потому что мы 11 лет не просто так же учились, поэтому все хорошо у нас. В этом году 11 выпускников 54-й школы претендуют на золотые медали. Всего в городском округе в зависимости от результатов ЕГЭ будет около 150 отличников и отличниц. Луиза Иги Азарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел ежегодный фестиваль эрудитов. Это мероприятие, которое собирают на одной площадке одаренных детей и их наставников. Школьников, которые отличились своими успехами в этом учебном году, отметили грамотами и подарками. Конец учебного года – время подведения итогов и чествования умников и умниц. По результатам Всероссийской олимпиады школьников, 14 детей из городского округа Люберцы стали победителями и призерами заключительного этапа. Более 300 заняли призовые места в регионе. Около 2,5 тысяч успешно прошли муниципальные соревнования. За этот учебный год я четыре раза была на региональной олимпиаде, два раза по астрономии, один раз по физике и еще раз на регионе была на научной конференции. Фестиваль эрудитов собрал в Центральном парке около 400 человек. Это руководители школы и гимназии городского округа, а также их лучшие ученики. То, что Люберцы и образование городского округа всегда было на высоте, то, что в этом году, в юбилейный год вы сделали свой результат, это, конечно, продолжение традиций образования, продолжение коллектива педагогов с большой историей. Я хочу пожелать вам, чтобы сегодняшнее признание было новым этапом, новым вашим желанием идти вперед. Это ваш труд. Конечно, вы в чем-то уже талантливые люди, но это труд, который вам позволил занять достойные места в этих соревновательных мероприятиях. Я сегодня хотел бы искренне пожелать вам дальнейших успехов, дальнейших побед. Наибольшее количество побед в Олимпиаде, а также в различных конкурсах у 16-й гимназии. В этом учебном году в числе лучших оказались около 100 воспитанников флангманской школы. Мы побили собственный рекорд. В прошлом году у нас было 62 ребенка, в этом году у нас 96 ребят. Для меня это, во-первых, очень приятно, очень гордо. И я знаю, что наши педагоги и наши ребята, ну, они с честью достойно несут звание гимназиста и учителя гимназии номер 16 с интересом. Ну, в этом году я могу сказать, что я отличился в Олимпиадах по технологии. Я выступал на региональном этапе, стал призером. К сожалению, не хватило несколько баллов до заключительного, но в следующем году буду стараться. Участникам фестиваля вручили почетные грамоты и сладкие сувениры. Кроме торжественной части праздника гостей ждала развлекательная программа. Жители округа присоединились к региональному проекту «Парковый ответ». Для Люберчан в Центральном парке провели развлекательную программу и мастер-классы по выращиванию пряных трав и цветов. Подробнее в сюжете. Люберецкий городской парк украсили еще несколько цветочных клумб. Работа по их оформлению принадлежит членам клуба «Активное долголетие» и школьникам. Я посадила этот цветочек, потому что мне нравится природа. И я люблю, когда красивые клумбы. И когда я буду приходить сюда гулять, я буду ухаживать за всей этой клумбой. Одна команда высаживает рассаду, другая уже подготавливает площадку для новой клумбы. Мы вообще приветствуем все мероприятия, в которых активно участвуют наши дети, которые также присоединяются родители, педагоги. Мы приглашаем, мы информируем. И вы сами видите результат. Даже активное долголетие наши всегда поддерживают наши проекты. За что мы очень-очень им благодарны и рады. Уже высадили в виде сердца клумбу. Также у нас будет здесь грядочка с укропом и морковкой. Пока школьники оформляют клумбы, старшее поколение присоединилось к мастер-классу по флористике. Люберчанам рассказали, какие растения лучше уживаются в одном горшке и как правильно за ними ухаживать. «Организовано было все. Нам показали, как правильно посадить растения. Все объяснили. И некоторые подборку сделали, что можно в чай бросать, пить. В общем, нам очень понравилось. На подоконнике можно выращивать». Для самых маленьких люберчан подготовили развлекательную программу и селфи-квест. Мероприятия в рамках проекта «Парковый ответ» прошли в 40 муниципалитетах Подмосковья. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберецком дворце культуры прошел большой сольный концерт вокального ансамбля «Нотка». У коллектива, который воспитал уже несколько поколений артистов, еще много творческих планов, интересных задумок, конкурсов и фестивалей. Подробнее расскажем в сюжете. «Нотка» — единственный вокальный ансамбль в Люберецком округе, который заслужил звание образцового. Под руководством Зульфии Мамедовой ребята учатся петь, держатся на сцене, развивают артистические навыки. Кто-то для того, чтобы стать настоящей звездой, а кто-то, чтобы просто порадовать родных и друзей. «Нотка для меня — это жизнь, это все, можно сказать. Семь лет выступаю, работаю в сердце. Как минимум научили хорошо петь, общаться со зрителями на сцене, раскрепощенности научили, ничего не бояться». За кулисами поддерживали артисты, а в зале — родные, педагоги и самые преданные поклонники музыкального коллектива. «Под большим впечатлением, талантливейшие дети, великолепный коллектив, они действительно дружная семья такая чувствуется, они живут этим. И, конечно, это вообще вау! Замечательный концерт, очень рады, что у нас такие замечательные девушки и юноши, которые прославляют наш район». Больше двух десятков номеров. Драматургия, яркие костюмы и блеск в глазах. Солисты кавер-группы «Джин Би», которая давно завоевала зрительскую любовь, тоже выходцы из вокального ансамбля «Нотка». «Мы очень дружные, мы начинаем именно наш коллектив с того, что мы должны быть одна большая команда. Каждый должен отвечать за друг друга. «Нотка» — это большая музыкальная семья, и я ее очень люблю. «Мы выступаем на различных площадках и в Москве, и в разных городах Подмосковья, и даже совсем недавно были в Питере. Мы существуем очень давно, ни одно поколение выпустилось, ни одно поколение сейчас поет на разных сценах». Ансамбль создан 22 года назад. За это время «Нотка» завоевала десятки наград на престижных международных и всероссийских конкурсах и фестивалях. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал НРТ. Также во Дворце культуры состоялся открытый фестиваль-конкурс детских хоров «Звонкие голоса». За звание лучшего хорового коллектива поборолись учащиеся музыкальных школ со всего округа. Подробнее расскажет Богдан Колесников. «Учитель музыки у школьного рояля, искусством увлекает он детей». Фестиваль открыл сводный концертный хор городского округа Люберцы, исполнив песню композитора Георгия Струве «Учитель музыки». Произведение выбрано не случайно. Конкурс посвящен году педагога и наставника России. Жюри оценивало участников по уровню исполнительского мастерства, частоте интонации, эмоциональности. Победителей определили в разных возрастных категориях. Детей нужно поддерживать всегда. Надо давать детям работать нормально, по-настоящему. Не сокращать, как сейчас сокращаются часы, а давать. Георгий Александрович Струва в свое время говорил, три раза в неделю это необходимость для коллектива. Наши дети поющие, наша страна поющая. А ведь пение совместное – это и совместная дружба, это и совместное отношение друг к другу, каждому человеку. Это так сейчас нам необходимо. В этом году конкурс охватил более 500 детей от 7 до 17 лет. Фестиваль хорового пения дает возможность каждому вокалисту проявить себя. Мы уже не первый год участвуем на этом конкурсе. В прошлый год мы принимали первые места. Нам очень нравится. Я первый раз участвую, и мне очень нравится, потому что хор – это, прежде всего, командная работа, которая очень сплачивает людей. Основная задача – это поделиться друг другом своим творчеством, послушать, чтобы коллективы послушали друг друга, выступить перед профессиональным жюри, чтобы оценили уровень работы каждого коллектива. Все очень хотят петь, все рады нашей встрече. И вот это вот то, что дети делятся друг с другом, слушают друг друга – это тоже один из показателей дальнейшего роста каждого коллектива. В ежегодном фестивале-конкурсе приняли участие 16 детских хоровых коллективов музыкальных школ и школ искусств городского округа Люберцын. Люберцы, мы всегда говорим с другом. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В летнем парке состоялась премьера мюзикла по роману Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Музыкальный спектакль в исполнении театральных студий из Малаховки и Раменского увидели жители городского округа. К просмотру присоединились и мы. Когда-то на месте этой сцены располагался знаменитый Малаховский театр. В конце прошлого столетия главная достопримечательность поселка сгорела, но до сих пор эта локация притягивает творческих людей. Театр-то сгорел, а парк остался. И люди, которые здесь живут, естественно, они еще помнят ту историю, ту культуру, которая здесь была у нас не один десяток лет. И сегодня мы отмечаем 20-й театральный сезон. Не только профессиональные театры у нас приезжали, московские приезжали театры, и Шекспира здесь играли, и наши областные театры были. На этот раз на сцене любители, воспитанники детских театральных студий. Среди актеров и жителей поселка, которые выступили инициаторами постановки мюзикла. Очень хотелось бы возродить возможность именно проведения здесь театральных представлений. Не формата, к которому мы привыкли, народного творчества. Потому что это очень здорово, что наши дети там участвуют в кружках, мы привыкли смотреть выступления наших детей. Но мы забыли, что еще существуют взрослые, которые хотели бы участвовать вместе с детьми. И какие бы мы ни были взрослые, мы всегда ими остаемся. Мой персонаж Сквайра Трелани – это, наверное, самый комичный персонаж этого произведения, так как он, как говорит его досье, жаден, туп, ленив, но при этом очень богат и весьма неплохо стреляет. Именно на деньги Сквайра Трелани было, собственно говоря, оплачено путешествие на остров Сокровищ, был куплен корабль, и без него, по сути, ничего бы не состоялось. Зрители спектакля на два часа погрузились в морское путешествие, полное захватывающих историй, приключений, музыки и танцев. В парке царила та самая атмосфера творчества и неспешной дачной жизни, как во времена работы летнего театра. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Во дворце спорта «Триумф» прошел турнир по художественной гимнастике, посвященный Международному дню защиты детей. Своё мастерство и спортивные результаты продемонстрировали гимнастки со всего Подмосковья. На празднике красоты, изящества и грации побывала Луиза Игия Зарян. Её называют «принцессой спорта». Она сочетает в себе красоту и грациозность, женственность и элегантность. Художественная гимнастика пользуется среди девочек большой популярностью. Масштабы ежегодного турнира, проводимого в Люберцах, тому доказательства. На одной площадке собрались 180 юных спортсменок со всего региона. Турнир, посвященный Дню защиты детей, сегодня проходит. Вчера у нас проходило итоговое соревнование Федерации художественной гимнастики городского округа Люберца. Как подведение итогов, то, что гимнастки старались, каких успехов они добились в течение года, какие разряды они получили, выделяются сильнейшие гимнастки. На турнире выступили как самые маленькие гимнастки, так и девушки, которые претендуют на присвоение разряда кандидат в мастера спорта. Были представлены как одиночные, так и командные номера. Команда у нас просто называется город Химки. Мы из спортивного комплекса «Родина», и вместе мы уже выступаем около четырех лет. Сегодня мы вообще думали, что у нас не очень хорошо все получится, но мы смогли, собрались и сделали достойно. Зрители и судьи турнира увидели разные виды упражнений по художественной гимнастике. Спортсменки использовали в своих номерах обручи, мячи, скакалки. Каждую участницу, независимо от результата выступлений и призовых мест, ждали дипломы и подарки. В Люберцах завершились всероссийские отборочные соревнования РФСО «Спартак» по боксу. Это ежегодный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. В течение недели спортсмены со всей России боролись за призовые места. Финальные бои прошли во Дворце спорта «Триумф». Финальный гонг прозвучал для 32 лучших боксеров, которые показали свое мастерство на ринге и получили право побороться за первые и вторые места. В весовой категории 40 килограммов встретились Дмитрий Кушнаренко из Пермской области и Михаил Степанов из Челябинской. По итогам поединка в суде отдают победу спортсмену в синем углу. «Нужно иметь технику, скорость, силу и самое главное – дух. Был один бой в полуфинале, немного тяжелый, а так все хорошо было. Первое место занял, очень доволен». Своей победой Михаил завоевал путевку на первенство России. Юный боксер планирует выступить там с таким же результатом. Всего по итогам этих соревнований золотые медали получили 16 спортсменов. «Это серьезные соревнования. Виталия Андреевича Островеркова – это легендарный тренер, учитель наш, педагог. Поэтому очень приятно. Я могу сказать, что если я был бы в ихнем возрасте, то я бы хотел бы выиграть этот турнир. Это на самом деле память уже на всю жизнь». «Финал представлен так достаточно очень широко и хорошие боксеры. Я думаю, на России из этих финалистов, кто выиграет, будет достойно представлять РСО «Спартак». «Спартак» занимает лидирующее место среди ФСО и ведомств по результатам первенства чемпионата России. Так что боксеры очень хорошие подготовлены». Всероссийские соревнования по боксу в памяти Виталия Островерхова Люберцы приняли уже в 29-й раз. В этом году турнир был приурочен к столетию со дня рождения легендарного тренера. Спортивное мероприятие собрало 207 юных боксеров из 38 регионов России. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Люберецкая спортивная школа Олимпийского резерва по баскетболу «Спартак» подвела итоги сезона и проводила своих выпускников во взрослую жизнь. В атмосферу праздника и спорта окунулись и мы. Праздник открыл парад баскетболистов. Соревнований сегодня нет, но все в спортивной форме. Привилегия только у выпускников. За высокие достижения в спорте – заслуженные награды. Командам, которые стали победителями и призерами различных турниров, вручили медали и кубки. Но главный приз за победу в первенстве Московской области достался нынешним выпускникам. Я бы хотел им пожелать, чтобы они добились того, чего они желают. Они знают, что такое труд. Они знают, что такое можно через «не могу» вырвать победу. Наша спортшкола по итогам выступления всех команд в общем зачете идет на втором месте по региону, по Московской области. Этого не было, но где-то лет 7-8 этого не было. Хотя наша школа по области – одна из сильнейших школ. В зале присутствуют все 350 воспитанников «Спартака». Для 14 из них сегодня день особенный. Они прощаются со спортивной школой. 7 лет учебы оставили след в жизни каждого. Они заполнились тяжкими трудами на тренировках, нашими победами в спорте, которым мы заслужили. Включая Московскую область, нам еще подарили дюбл – детскую юношку баскетбольную лигу, которую мы выигрывали тоже. Да, мы будем здесь желаемыми друзьями, нас тут будут ждать всегда на тренировках, везде. Но, конечно же, обидно, потому что уходим из этой спортивной школы. Сколько эмоций было получено здесь, это непередаваемые ощущения. Юные баскетболисты подготовили музыкальные номера, в которых продемонстрировали спортивные достижения и творческий потенциал. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова